Перейдем к докладу Мехрубона Дадахоновича, который нас переместит на Аравийский полуостров. И мы поговорим уже о сфере, связанной с элитами. Очень интересная тема. Мехрубон, пожалуйста, вам, соответственно, слово. Спасибо большое. Всем еще раз добрый день. Тема моего доклада – это изменение положения элит в Саудовской Аравии после прихода к власти короля Салмана. Следует начать с того, что в 2015 году, когда пришел король Сальман к власти, а потом же в 2017 году, после назначения его сына Мухаммеда бен Салмана кромпринцем королевства, в стране произошли на самом деле беспрецедентные изменения. Потому что получилось так, что Мухаммед бен Салман переставил некоторые министерства, он изменил структуру некоторых министерств. Была произведена, в общем-то, чистка всех ключевых министерств, которые в Саудовской Аравии называются министерствами суверенитета, что означает, что именно представители королевской власти управляют наиболее ключевыми министерствами. В это понятие входят министерства обороны, министерства иностранных дел, министерства внутренних дел, гвардия до какого-то времени. Я вам предлагаю начать с обзора того, что было немного до прихода класса короля Салмана, то, что творилось в министерствах, кто ими руководил, а потом уже будем переходить непосредственно к тем извинениям, о которых я говорил. Следует отметить, что если в первые годы существования королевства основными министерствами руководили представители королевской власти, то с течением времени это все уже немного менялось, потому что если политическая элита формировалась по семейно-родственному признаку, а уже бюрократическая элита формировалась через другие социальные лифты. В первую очередь через лояльность к королю и через образованность и полученное высшее образование за рубежом. Если посмотреть на структуру Министерства иностранных дел, то мы увидим интересную деталь. Дело в том, что многие средние чиновники, а то и высшие чиновники этого министерства, они не происходили, если влиятельность семьи Аль-Саудов или семьи Ашейх, а были разночинными чиновниками. Сам, собственно, пост министра иностранных дел был закреплен за представителями королевской семьи долгое время, до 2015 года. Даже можно сказать о том, что этот пост был закреплен за одной фракцией. Это король Цалман был министром до 1975 года, а потом же его сын Сауд Аль-Фейцал до 2015 года. После прихода к власти король Цалман назначает Адель Аль-Джубейра министром иностранных дел, сменив его на Сауд Аль-Фейцала. Таким образом, назначение Аль-Джубейра как выходца не из политической элиты страны стало вторым таким случаем в истории. Первым таким случаем было, когда в 1960 году, после некоторых противоречий внутри семьи, также был назначен министром выходец не из политической элиты. После Адель Аль-Джубейра, назначенный министром иностранных дел, Ибрагим Алясав, также не принадлежал в королевской семье, а добился такого статства благодаря своему образованию. Он сначала преподавал, а потом работал в Кубке национальных компаний. Что касается нынешнего министра иностранных дел, Фейцала Ибн-Фархана, то он является членом королевской семьи, однако относится к ветви Аль-Фархана, сына Сауда, то есть очень дальнего по отношению к семье Абдул-Азиза. И поэтому причина его назначения не является, в первую очередь, его членство в королевской семье, хотя это на самом деле существенный факт, но неопределяющий. Реальной причиной, кажется, его близкие отношения с принцем Мухаммедом бин Салманом. Что касается министерства суверенитета, то к этому министерству относится министерство обороны. До 1962 года, до 2011 года этим министерством руководил принц Султан, а потом принц Сальман, который позже стал королем в 2015 году, а затем он передал эту должность своему сыну Мухаммеду бин Салману. Другим министерством суверенитета является министерство внутренних дел. Если посмотреть на список министров внутренних дел, то можно заметить интересную деталь. То, что начиная с 1962 года до сегодняшнего дня позже занимают представители семерки осудей. Потому что министерство внутренних дел, на самом деле, до недавнего времени было таким органом, отвечающим за безопасность в стране и за антитераристическую борьбу и так далее. Еще одной интересной деталью является то, что данное министерство с 1975 года до настоящего времени возглавлялось принцем Найфом, а потом уже с 2012 по 2017 год его сыном Мухаммедом, а сейчас возглавляется его внуком Амбель Азизом. Сначала назначение принца Мухаммеда бен Найфа кромпринцем, а потом уже его остранение явилось очень серьезным ударом по фракции бен Найфа и по самому министерству внутренних дел. Потому что бен Найфа считали одним из самых влиятельных людей в королевстве. Он много лет посвятил вопросам безопасности страны. Считался очень близким человеком покойного короля Абдаллы. Тогда же, в 2017 году, после назначения Мухаммеда Минсалмана кромпринцем, был предан классности королевский указ о создании управления государственной безопасностью. То есть в МВД произошли определенные изменения, которые выводили из этой структуры самые главные департаменты и по итогу Министерства внутренних дел сейчас занимаются только расследованиями, только уголовными делами и предоставлениями услуг гражданам. Поэтому самые серьезные изменения коснулись именно Министерства внутренних дел. На место смещенного Министра внутренних дел Мухаммеда бен Найфа был назначен его племянник, принц Абдель-Азиз бен Сауд бен Найф. Но это было лишь формальным сохранением внутриполитического ведомства за династийной фракцией бен Найфа, потому что мы теперь уже после назначения кромпринцем Мухаммеда Минсалмана не можем говорить о какой-либо самостоятельности Министерства Мундунных дел, потому что во всех ключевых министерствах были посажены все люди, наиболее лояльные ему. То же самое происходит и в Национальной гвардии, то есть в 2018 году, когда был громкий арест высокопоставленных принцев и влиятельных бизнесменов, тогда же был проведен арест министра национальной гвардии, принца Мутаива бен Абдаллы, который характеризовывался американскими экспертами в качестве любимца племенных лидеров. Он читался одним из тоже самых влиятельных людей, так как руководил, по сути, параллельными вооруженными силами в стране. Другими изменениями характеризовывалась и также характеризовывалась национальная разведка. Тогда, еще в 2015 году, был смещен со своего поста директор разведки Юсуф бен Али Али-Дриси, а потом уже он был заключен под стражу. А сейчас директором разведки является Халик бен Али Аль-Хумейдан, человек наиболее лояльный к Мухаммеду бен Салману. Кроме министерства суверенитета, определенные изменения, значительные изменения произошли и в самом главном источнике обогащения королевства. Это в Сауди Арамко. Тогда тоже совет директоров был изменен, и на место генерального директора был поставлен Арумаян, который является наиболее близким человеком к Мухаммеду бен Салману. До назначения директором Сауди Арамко он был назначен председателем комиссии по государственной инвестиционной компании, которая позже закупила английский клуб Newcastle и так далее. Но это что касается Сауди Арамко. До того, как Мухаммед бен Салман сконцентрировал в своих руках все министерства и все силовые структуры, им были созданы силы быстрого реагирования. Отряд «Тигр» – спецподразделение, подчиненное лично следовому принцу. Несмотря на то, что многие министерства и силовые блоки лояльны к Мухаммеду бен Салману, у него все же есть своя, так сказать, гардия, специальная полиция, которая выполняет его специальные указания. Многими западными СМИ этот отряд «Тигр» был обвинен в том, что они участвовали в похищении и в убийстве Джамала Хашоги. И в конце я хочу сказать, что на сегодняшний день Мухаммед бен Салман сконцентрировал в своих руках абсолютно все рычаги власти. Это что касается и силового аппарата, и внешней политики, и министерства экономики, а также такого крупного источника обогащения государства, как Сауди Арамко. Наверное, у меня на этом все. Спасибо. Коллеги, вопросы? Ирина Суреновна хочет спросить. А, я выпал. Вы знаете, в принципе, я хочу не спросить, я, наверное, хочу прокомментировать. Этот доклад – это, конечно, очень важные измерения, которые происходят и в Саудовской Аравии, и в других странах соседних, во всех монархиях залива примерно те же самые идут процессы. Но, наверное, в Саудовской Аравии они сейчас действительно приобрели такое вот ускорение после того, как к власти пришел Мухаммед бен Сальман. Хотя эти процессы, они, в общем-то, шли постепенно, потому что действительно на каких-то более ранних этапах королевские правящие семьи, у них были все главные посты в правительстве. Ну, постепенно, в общем-то, они, это происходит и в других странах, сохраняют за собой вот этот вот силовой бумаг. И это, наверное, ну, действительно очень-очень важно. И то, что приходят в власти и назначаются люди по их профессиональной компетенции, ну, это действительно оправданно именно теми задачами, которые решают эти страны сегодня. И те реформы, которые происходят, те планы, которые они сейчас выполняют, ну, конечно, это действительно так, и как пишут в Саудовской Аравии, да, они все больше и больше становятся государством института. И вот это вот такой вот, как бы, общий процесс. Ну, очень было интересно, да, что вы, как бы, попытались это все посмотреть на вот различных примерах. Правда, я не очень поняла, почему вы сказали, что в Министерстве иностранных дел нет не только представителей семьи Аль-Сауд, но и семейства Шейх. Ну, в общем-то, семейство Аль-Шейх – это религиозная сфера. Вот, они, собственно говоря, никогда не занимали никаких таких вот государственных постов. Вот, и, в общем-то, как шло изменение состава Министерства иностранных дел, но вот у Григория Григорьевича Косача, у него была книга, да, вот, как раз про дипломатический корпус, там достаточно хорошо весь этот процесс показан. Вот, и мне кажется, что, конечно, еще вот, ну, это действительно вы обратили внимание на то, что внутри, да, вот этой правящей семьи Аль-Сауд существует много различных фракций. И вот эта вот фракционная борьба, да, она, конечно, она происходит. И сейчас, когда вот пришел, да, вот такой молодой реформатор, который пытается, собственно говоря, контролировать все, и, естественно, вот в каких-то сферах эта фракционная борьба, она действительно очень заметно стала проявляться. Ну, вот это действительно вот такие мои комментарии, которые, как бы, ваш доклад у меня вызвал даже, Ваня, немножко, как бы, порассуждать на эту тему. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, Елена Сурановна. Елена Алексеевна, пожалуйста. Пожалуйста. Спасибо большое за доклад. Темы по Саудовской Аравии почему-то всегда такие будоражащие немного, наверное, потому что мы очень мало знаем про эту страну, особенно про то, что происходит внутри элит. И я как раз хотела тоже вот задать вопрос про внутрифракционную борьбу, вопрос, который Елена Суреновна подняла уже, да. И у меня еще был вопрос, я, прошу прощения, вылетала на несколько минут из доклада, может быть, вы об этом уже упомянули, о Совете Высших Улемов. Вот анализировали ли вы его в своем докладе, и можно ли говорить о том, что этот Совет, этот орган тоже в какой-то степени является частью саудовских элит, да. Тем более, что процессы, которые там происходят в последнее время, тоже довольно любопытные. Вот такой у меня вопрос. Спасибо. Я извиняюсь, у вас был первый вопрос про внутрифракционную борьбу. Да, это как раз вот продолжение комментариев Елены Суреновны. Анализировали ли вы как-то внутрифракционную конкуренцию, да, между фракциями различными? Ведь есть, например, представители отдельных родов внутри семьи Сауд, есть представители разных, скажем так, политических, если можно так выразиться, фракций. Это первый вопрос. И второй – Совет Высших Улемов. Каким-то образом выявили тоже состав, проанализировали динамику изменения состава. Что касается первого вопроса, вопроса про внутрифракционную борьбу. На самом деле, как я уже говорил, на протяжении долгого времени ключевые министерства, они контролируют не только отдельными принцами, но и их фракциями. То есть после их смерти должности главы определенного ведомства передавались их сновьям. Это своего рода такая традиция. И она, по сути, ее по сути не очень-то хотел изменять Мухаммед бен Салман. Он ее все-таки изменил, но в некоторых моментах он, например, в Министерстве внутренних дел, он оставил представителя фракции бен Наифа, но по словам экспертов, то есть это министерство осталось не независимым, не за фракцией бен Наифа, а это было таким символическим жестом со стороны Мухаммеда бен Салмана. Что касается второго вопроса, то, да, я немного рассматривал про высших улемов, кто на самом деле уже с прошлого века происходит определенное изменение в высшем совете улемов, а именно утрахивается их влияние на принятие каких-либо ключевых вопросов. И сегодня их роль соединена к тому, чтобы поддерживать всякие начинания Мухаммеда бен Салмана и таких претендентов, которые были раньше, даже в 2000-х годах, когда были представители высшего совета улемов, они не выдавали фетвы по каким-либо вопросам, к меру по празднованию национального праздника, улемы были против, а вот сегодня такого нету. То есть сегодня уже наблюдается, можно сказать, полная лояльность высшего совета улемов по отношению к Мухаммеду бен Салмана. Спасибо большое. Ну, сегодня, наверное, да, я соглашусь с вашей оцентой, но что предшествовало вот этим событиям, это довольно интересно, потому что вы начали об этом говорить. Раньше совет улемов в 20-м веке в основном стоял из представителей семейства Аля-Шейх. Ну, Элина Сурена меня, если что, поправит. В дальнейшем состав этого органа несколько раз менялся, и я некоторое время назад смотрела, как он изменялся, вот в связи с событиями арабской весны. Например, до арабской весны там было немало представителей из братьев-мусульман, что довольно так необычно для этой страны. Но, естественно, после того, как братья-мусульмане попали в опалу, то их постарались зачистить из этого института, из университетов их тоже увольняли. Кто-то переехал из страны. И сейчас, вот насколько я знаю, опять-таки, может быть, коллеги меня поправят, опять туда больше возвращаются представители семейства Аля-Шейх. То есть возвращается такой вот былой авторитет этого, былой состав этого органа Совета Высших Улемов. А что касается по поводу фракций, скажите, пожалуйста, как-то вы их называете? То есть вот это те фракции, которые относятся к представительствам отдельных родов внутри семьи Аль-Сауд, или это какие-то просинифицированные фракции? Вот как вы их называете, как вы их идентифицируете? Ну, лично для себя, да. То есть только это, например, фракции принца Наифа, фракции принца Фейсала. Ну, также есть фракции принца Абдаллы, его племя Шамар. Ну, его племя Шамар было в союзе с Асудери, поэтому, вот. То есть, наверное, по принцам. Но есть, наверное, все-таки другие, я просто особо это еще не углубился сильно. Да, спасибо большое, да. Спасибо большое, Ирина Алексеевна. Коллеги, есть ли еще вопросы к Мехорбону, его докладу? Василий Александрович, у вас включен микрофон. Нет, он включен просто, я забыл его выключить. Нет, мне понравилось все, очень интересно, Мехорбон. Единственное, что совет для выступления на будущее. Все отлично, все хорошо. Но мне кажется, что для таких тем важно делать какую-то там визуализацию, потому что я подозреваю, что для людей, которые не очень глубоко погружены во все эти саудовские штуки, у них начинает мозг скипать после третьего имени или там четвертого, где сменил, в каком органе. Сюжет классный, я рад, что вам вообще нравится вот эта элитологическая штука. Я думаю, что это очень перспективное направление. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!